Игромания представляет Которым, казалось бы, совершенно не на чем пересекаться О самых интересных из них мы сейчас вам и расскажем Пример первый — Final Fantasy и Луи Виттон Эту коллаборацию анонсировали буквально пару недель назад Спору нет, Lightning эффектно смотрится в последней коллекции дома Виттон Вот только она скорее производит впечатление девушки, ценящей практичность Любопытно и то, что Lightning участвует в этой затее не просто в качестве разряженной вешалки А как настоящая супермодель, раздающая интервью По случаю этой коллаборации The Telegraph даже побеседовали с виртуальной героиней Это не единственный случай появления персонажей Финалки в рекламе модных брендов В 2012 году итальянская марка Prado выпустила рекламу своей линии мужской одежды Использовав в качестве моделей героев Final Fantasy XIII-2 Самое забавное, что одной из моделей для демонстрации мужской коллекции Стала опять-таки Lightning Впрочем, Клауд в свое время тоже занимался кроссдрессингом Почему ей нельзя? Финалка пока рекордсмен по совместным проектам Как вы помните, в Final Fantasy XV в центре внимания будет группа молодых людей, путешествующих и сражающихся с монстрами и злыми имперцами Так вот, во время путешествий люди надо где-то ночевать, на чем-то готовить, да и просто сидеть Тут на помощь приходит компания Coleman, производящая оборудование для кемпинга Именно им и пользуются герои Необычный выбор рекламного партнера, учитывая, что команда Ноктиса выглядит как отряд фотомоделей Но начальству, видимо, виднее Пример второй Канами и Бристольская лаборатория робототехники Эту коллаборацию язык не поворачивается назвать рекламным ходом Впрочем, кто знает, но случаи слишком интересны, чтобы о нем умолчать Если вкратце, два года назад молодой парень Джеймс Янг потерял руку и ногу в результате несчастного случая Через какое-то время с ним связалась Канами и предложила поучаствовать в проекте Phantom Limb Инженеры из БЛР создадут для него точную копию руки Биг Босса из Phantom Pain Притом протез будет двигаться, улавливая нервные импульсы носителя Искренне желаем команде удачи Пример третий World of Tanks и Ростелеком В России коллаборации между игровыми компаниями и производителями пока еще очень редки Может дело в том, что рынок молодой или фирмы просто не желают рисковать Как бы то ни было, Wargaming и Ростелеком делают первые шаги Недавно компании объявили о создании особого тарифа игровой для любителей World of Tanks Подключившись, пользователи получат эксклюзивный танк восьмого уровня Т-44-100Р с повышенной доходностью Уникальный камуфляж и эмблему На 100% прокачанный экипаж с навыком Боевое братство Дополнительный слот в ангаре Ну и, разумеется, скоростной интернет Самый быстрый в регионе Очень надеемся, что в будущем мы увидим и другие примеры подобного сотрудничества Ведь в таких случаях выигрывают все Пример четвертый Microsoft и Ford С чем с чем, а с потрясающими геймпадами для Xbox One У Microsoft никогда проблем не было Прошлой весной компания вдруг выкатила коллаборацию с Ford Получился вот такой изумительный контроллер Стилизованный Elite Дизайн, по словам представителей Microsoft, разработали представители компании Ford К сожалению, потом оказалось, что это лишь рекламный проект И в продажу геймпад не поступит Очень жаль Пример пятый Destiny Fragments Это вот не совсем коллаборация, но случай потрясающий В 2014 году, когда Destiny вот-вот должна была выйти Все права на рекламу игры в Европе были у Sony Microsoft же пошла на хитрость и объявила, что начинает производство линейки парфюма И так уж совпало, что название у нового аромата оказалось Destiny Перейдя по ссылке с рекламы, все обнаружили обращение от Microsoft в духе Нам нельзя рекламировать проект, так что мы его и не рекламируем А теперь бегом за игрой Что ж, весьма смелый и оригинальный шаг, нельзя не признать Пример шестой Сенган Кагура Рамен Если вы никогда не слышали про серию Шенган Кагура, просто представьте себе игру про реалистичную физику женской груди Там еще есть какая-то история про академию девочек-ниндзя и их проблемы, но она мало кого волнует Так вот, по серии уже есть манго, аниме и серии фигурок Пришла очередь еды Разработчики объединили усилия с пятью токийскими закусочными и придумали несколько необычных рецептов Слова тут излишни, просто взгляните на фото Пример седьмой Sims 2, H&M и IKEA Любой следивший за серией в The Sims вспомнит, что после выхода второй части дополнения полились рекой Были среди них и откровенно рекламные, как, например, H&M Fashion Stuff и IKEA Home Stuff Притом платить за них все равно должны были пользователи Это еще ничего, один из каталогов предметов, мебели и одежды для The Sims 3 назывался «Сладкие радости Кэти Перри» И да, тоже за деньги А какие коллаборации хотели бы увидеть вы? Расскажите в комментариях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова